Забыл выключить утюг? Включи смартфон! Сервис «Умный дом» по-белорусски, предлагают разработчики из Новополоцка. Наша система базируется на абсолютно инновационном принципе, разработанном нами. Если мы не пройдем, хотя бы напродаем. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я представляю компанию «Астролайт» из Новополоцка. Компания занимается производством и разработкой электроники. Мы представляем проект «Умный дом» и на ухо в том, что мы абсолютно иначе взглянули на то, что делали в принципе во всем мире. Инженеры из Новополоцка в тренде. Системы дистанционного контроля и управления домом или квартирой набирают популярность, но цена бьет по карману. Участники проекта «Мой бизнес» обещают, благодаря их решениям «Умный сервис» придет в каждый дом. Технология готова. И железо, и программное обеспечение ребята разрабатывают сами и уже тестируют образцы. Например, можно отправить команду со смартфона, и система с помощью специального датчика закроет или откроет жалюзи. Скоро по такой схеме можно будет управлять положением окна. Эту опцию оценят семьи с маленькими детьми. В отсутствии хозяина «Умный сервис» готов полить цветы. Точно так же на расстоянии можно управлять электроприборами, перекрыть воду в случае протечки. Все устройства компактны и очень экономичны. Некоторые способны работать от одной батарейки до трех лет. Но хватит ли у автора проекта «Красноречие», чтобы донести до менторов все достоинства своей инновации? Вот у меня один из датчиков с собой представлен. Вот это его размер. Попробуйте продать мне, как потребителю, свой продукт. Вы получите полностью тот функционал, который надо. Не заплатите ни копейки, ни за что лишнее. Мне ничего не надо, а вы мне продайте. У вас есть загородный дом? Ну, предположим, есть. Ну, там есть котел. Вы хотите, чтобы он работал не все время там или по какой-то программе? Вот вы едете на дачу? Так он у меня по программе работает. Ну, он на круглый год у меня запрограммирован по времени, по сезону. А если там что-то случится, знать, то есть, допустим, какие-то сбои? Сосед позвонит. Тешевле. Наша вся компания – это инженера. То есть, у нас нет совсем никакого опыта ни в продвижении, ни в выдвижении продукта на рынок. То есть, все, что мы делаем, мы делаем очень хорошую электронику. Минимальный набор входящих услуг. Вот ваше понятие «умный дом». Первое, все, что касается безопасности, это вот именно открытие, ну, то есть, датчики окон, датчики газа, ну, то есть, загазованности. Потом, ну, протечек и дистанционное управление, допустим, светом и, там, розетками. Как они между собой общаются? Bluetooth Low Energy технология, то есть, они именно по воздуху. По Bluetooth? Да. Хорошо. Вот, потом захотели… Как они с мобильным телефоном общаются? Точно так же, по Bluetooth Low Energy. Так, если Bluetooth 10 метров? В смысле? Вы говорите… Не, Low Energy уже не 10, а 50. Ну, хорошо, а я уехал в другой город. Вот. Как я контролирую свою дачу? К этому мы и подводим. Когда вы захотели управлять дальше, вы можете отдельно докупить, ну, шлюз в интернет, то есть, он может быть с сим-каутой. Вы же говорите, интернета нет. Он масштабируется, то есть, есть люди, которым не надо дистанционно, они не заплатят за эту лишнюю часть этого умного дома, то есть, им достаточно вот здесь. Если они хотят дистанционно управлять, они докупили еще одну коробочку, и у них уже это работает с интернетом. Но у вас пока… Нет, это все работает с интернетом. Коробочки от другого производителя. Нет, все сделаем мы полностью, то есть, разработка наша, софт наша. А в случае неполадок вы обслуживаете? Конечно. В течение всего срока, да? Конечно, да. Гарантия три года у нас. К примеру, если это будет объем выпуска, хватит ли ваших мощностей для того, чтобы это реализовать? С выпуском тут все просто. То есть, у нас в Беларуси хватает, ну, организаций, которые занимаются поверхностным монтажом, то есть, сделать их можно очень много. Тут все самое дорогое – это именно технология. Хорошо. А на какие рынки вы смотрите? Россия, Беларусь. Сколько стоит сегодня система, чтобы «Умный дом» по максимуму, как говорится, нафаршировать? Ну, зависит, конечно, от объема. Ну, да, допустим, возьмем трехкомнатную квартиру, можно вложиться в 250-300 белорусских рублей с нашей системой. Я слышал, что системы «Умный дом» западного образца, они стоят тысячи долларов и примерно тот же самый функционал. Да. В чем такое отличие в разы все-таки? Ну, во-первых, потому что одна из целей была сделать доступным эту технологию для всех. Во-вторых, в западных проектах заложены сверхприбыли, которых мы, может быть, пока не понимаем, потому что они бизнесмены, которые связаны с раскруткой, с продвижением. То есть у нас это понятие простое, определенный какой-то процент прибыльности, вот, ну, знаем, сколько стоит это сделать и знаем, ну, как бы, сколько совесть позволит на это накрутить, скажем так. Вы говорите, что накручиваете. Скажите, пожалуйста, какой процент, вот, ну, если это для вас не является коммерческой тайной? Нет, конечно. При такой вот стоимости, как я озвучил, это 25%. А вот эта продукция, она требует какой-то специальной сертификации? Документация не нужна, то есть на эти радиочастоты, они у нас не подлежат лицензированию и сертифицированию. А сам продукт требует сертификации? Нет. Ну что ж, кажется, наши менторы готовы вынести свое решение. Мне очень нравится бизнес, поэтому я говорю да. Ну что ж, поздравляем, вы сразу понимаете, что вы остаетесь в проекте «Мой бизнес» и отправляетесь к Виктору Лемешевскому, либо кому-то еще, кто скажет да. Нет. Мы поддержим вас с другой стороны, когда ваш ментор, в общем-то, скажет, что пора брать деньги. Поэтому я говорю вам нет, но в то же время готов к сотрудничеству. Я желаю вам удачи в продвижении вашего проекта, но говорю нет. Скажу да. Итак, Олег Хусоенов тоже говорит да. Я говорю проекту да. Сейчас вы будете выбирать среди трех менторов. Это Виктор Лемешевский, первая аккумуляторная компания. Олег Хусоенов, Зубр Капитал. Антон Дмитриев, открытая линия. Соответственно, сейчас менторы расскажут, что бы они хотели предложить вам. У нас есть компетенция у нашей компании, то есть продвижение похожих продуктов. У нас есть, в общем-то, определенная команда, ну, команда, условно, инженеров, которые этим занимаются. В свое время под это дело мы, значит, организовали систему продвижения, то есть маркетинг именно этих продуктов. Ну, Зубр Капитал инвестирует интернет вещей, или как он сейчас модно называется, IoT. Соответственно, мы знаем, куда движется индустрия, знаем, где в цепочке, кто стоит. Мы знаем, как продвинуть ваш продукт и что надо делать для этого. Мы, как финансовая компания, в большей степени работаем с B2B рынком. Я уверен, что можем быть вам полезны в том, чтобы выстроить тот блок, который касается корпоративных продаж. С кем вы пойдете в проект? Я сразу со всеми. Вы должны все-таки выбрать одного ментора. Наверное, все-таки открытая линия. Открытая линия. Антон Дмитриев, поздравляем. Сергей, вы в бизнесе. А пока мы провожаем вас. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ